Хотел сказать, что мы на основании договора с комитетом автомобильных дорог проводим экспертизу качества работы материалов по всем проектам, которые реализуются на автомобильных дорогах Республиканского значения Западной Казахстанской области. В том числе и попадает проект реконструкции под Степанной Федоровкой, заказчиком которого является областной федерал Казахстан Жова. Таким образом, в рамках входного контроля, начиная с начала текущего года, нашими специалистами проводилась экспертиза качества работы, соответственно, с отбором проб заготавливаемого дорожно-стоительного материала. Таким образом, у нас отбор был в январе, феврале и в марте три отбора. В рамках данного отбора испытали щебень и выяснилось несоответствие по зерновому составу, по содержанию лечадности, то есть процент содержания выше нормируемого. Показатели морозостойкости при требовании F50 вышло, F25. И один из моментов – это марка прочности щебня подробимости. То есть, касательно, если взять щебень фракции 20-40, в проекте заложена марка дробимости 1400, по результатам испытаний подтвердились марка 1000 и 1200. Комиссионы испытали на базе нашей лаборатории, данные цифры были также подтверждены. Подрядная компания опять не согласилась и отправили пробы в Алматинский федерал Каздурнии, в Актюбинский на ЦЕКС, где подтвердили проектные значения марки подробимости 1400. Специалисты Алматинского Каздурнии не выезжали на участок, то есть вот эта компания передала им пломбированную пробу, те испытали и дали заключение. Чтобы марка подробимости показала необходимые проектные значения, ну или там выше нормы, должно в отобранной пробе преобладать кубовидный камень. То есть чем камень плоский, его легче сломать, чем тот камень, который кубовидный. Моя предположение такое, что парадная компания просто отсортировала тот щебень, который необходимый, и отправила туда. То есть каздурнии выдали заключение, как он есть, то есть не подозревая, что могла быть такая потасовка исходного инертного материала. По поводу Ак-Тюбинского нацекса там тоже сейчас ведут разбирательства нашим центральным аппаратом. Сейчас написано претензионное письмо, именно центральный аппарат этого нацекса, чтобы открыли встречную проверку, почему Ак-Тюбинский переобладает такое заключение. Ввиду сложившей ситуации, комитет автомобильных дорог издает приказ об выездной комиссии. И таким образом 4-5 апреля приехали представители каздурнии, комитет автомобильных дорог, головного указателя, наш центральный аппарат. Отобрали 7 проб инертного материала здесь на конусе, опломбировали все и отправили в каздурнии именно в город Астана. Эта же комиссия, которая отбирала, в том числе и подрядная компания тоже была, и они испытывали там. И вот из 7 проб, 6 проб показало марку подробимости 1200 и одна проба показала 1000. Те протоколы, те марки подробимости, которые выдал наш филиал, каздурнии подтвердились. Там есть уже готовый протокол, где есть подписи всех участников данной комиссии. Продолжение следует...